Слушайте доктора 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 Это сода, пищевая сода. То есть мы что делаем? Мы полощем рот, да, и, в принципе, его предлагают даже в качестве профилактики. То есть если вы пришли домой, вы просто прополощите горлышко соды пищевой, там одна чайная ложка на стакан воды, и промывают носик соды. Почему? Ну, туда ещё добавляют 2-3 капли йода, при условии, что йод переносим, да. Почему? Потому что вот эти вещества, они, в общем-то, воздействуют на вирусные вот эти частички и разрушают. То есть очень дешёвый способ профилактики и первоначального лечения, да. То есть ничего такого вот сверхумного не надо изобретать. Вот, прополоскали, там, промыли нос, закапали капли, всё. Вот, но вот насчёт антиагрегантов. Дело в том, что когда мы вовремя начинаем антиагреганта, именно такого, ну, лёгкого уровня, то мы как раз приживаем вот этот патогенетический момент ковид-инфекции. То есть то, что он делает, он дефут, диссиминированно, то есть по всем сосудам даёт микротромбы. И вот тогда мы получаем тяжелейшее осложнение, когда мы даже в пост-ковиде потом видим, что через 2 недели человек выписан из ковид-госпиталя надолечивания, он умирает от тромбоза. То есть, ну, это, естественно, возрастная группа, допустим. Да, об этом и московские медики говорят тоже, да? Так и у нас это сейчас очень много идёт, и в Кирове тоже. Но, опять-таки, нагрузка на здравоохранение настолько бешеная, что просто пока некому заниматься пост-ковидным синдромом. Тут люди просто на передовой. Вот понимаете, это, в принципе, как на войне, да. Как на фронте, да. Там в военных госпиталях работают, и там им пока не до этого. И, конечно, тут поэтому, наверное, сегодня мы и встречаемся, потому что мне просто хочется донести до пациентов, во-первых, чтобы они не паниковали, что сейчас это лечится, потому что знают все эти патогенезы. И если вы правильно сразу начинаете лечиться, у вас не уйдёт, если вы там не иммунодефиците в тяжелейшем, да, то есть если вы среднестатистический человек, у вас всё будет хорошо, чтобы вы не паниковали. Но я очень хочу обратиться к пациентам, чтобы они по симптомам понимали. Иногда это просто как обычное УРЗе. Окей, то есть это легко, быстро, но, пожалуйста, есть такие интересные вещи, как сильнейшие головные боли, которые не снимаются никакими лекарственными препаратами, это ковид, и вы должны обращать на это внимание, обращать внимание на любые симптомы, которые кажутся вам странными и которые не встречались раньше у вас. И это тоже может быть ковид. Пожалуйста, как бы думайте об этом, да. И, допустим, это же гайморит. Все говорят, вот у меня сезонно гайморит обострился. Окей, может быть, но дело в том, что потом почему-то этот гайморит 6 месяцев не проходит, да. И вы тоже потом, я предлагаю таким пациентам через месяц сдать на антитела просто ковиду и посмотреть, что это был ковид, допустим, да, потому что это будет, может быть, и гайморит. У детей это вообще могут быть просто горлышко больное, фаренгит, подчихал, покашлял, как у УРЗ, но ребенок переболеет ковидом. Поэтому на симптомы надо очень обращать внимание. То есть какие, да, то есть и они будут очень странные. И не обязательно, что вы потеряете, как бы, ощущение вкуса и запаха, да. Но, кстати, не у всех, и это не есть хорошо, потому что вирус поникает как раз через эти нервные окончания в головной мозг и вызывает вот эти вот воспаления оболочек мозга. Поэтому такие головные боли сильные. И поэтому постковид такой серьезный сейчас идет. И это очень сложная проблема будет сейчас вытаскивать этих пациентов. Ну, про постковидный синдром мы в следующей нашей программе, наверное, поговорим. Вот про профилактику. Все ли мы сказали или есть еще какие-то важные моменты, на которые мы не успели обратить внимание? Ну, по продуктам я всегда говорю, что если мы, в общем-то, живем в пандемии, если вы уже заболеваете, я всегда и всем прямо первой строчкой, как иммунологи говорят, прописываю, убрать все с сахара, все. И когда мне говорят, а мед можно, так мед это тоже сладкое. И фрукты это тоже сладкое. То есть там яблоки наши российские можно принимать, там, ну, сливы, да, наши, ягодки наши, да, вот лесные ягоды. Все остальное мы убираем, там, фруктозы и сахара. Мы не можем как бы отвлекать иммунную систему, поэтому, пожалуйста, убирайте просто. Сладко и убираем сейчас. Убираем сладкое, убираем выпечку, все. То есть вот это обязательно. Сладкое и мучное. И мы не отвлекаем иммунную систему, потому что не забывайте, 90% иммунной системы это кишечник. То есть здоровый кишечник, значит, вы будете меньше болеть. А имеет ли смысл в таком случае принимать какие-то препараты, которые там на здоровье кишечника сказываются? Это и не все, может быть, там, клетчатка, да, то есть я не знаю. Да почему? Преи, пробиотики, пожалуйста. То есть если, в общем-то, у человека запоры, например, он это знает, если у него проблемы вообще с ЖКТ есть, абсолютно я не против того, чтобы они в качестве профилактики, и, кстати, первых симптомов, просто, да, обратите внимание на кишечник, потому что один из симптомов ковида, это будет жидкий стул. И он не будет связан с интоксикацией, он не будет протекать даже с рвотой, да, и это не будет на ротовирусную инфекцию. И очень часто наши детишки как раз начинают и заканчивают жидким стулом. Причем не каждый день, а, например, понедельник, среда, пятница. Такой странный-странный симптом. И в кишечник-то поражается достаточно часто даже и у взрослых людей, и мы на это почему-то не обращаем внимания, но это может быть ковид тоже. Важнее я хотела по лечению сказать по начальному, кто не попал еще в стационар. И, может быть, не попадет, дай бог. И не попадет, да. Нет, но дело в том, что, вот смотрите, мы теряем время. Вот я говорю про профилактику, я говорю про начальное лечение. Почему это все делается? Потому что, чтобы человек не потерял время, пока он вызывает врача, врач через трое суток может прийти. Может быть, чтобы пока не ходить в поликлинику. Вы же сами понимаете, что сейчас далеко не у всех берут мазок на ПЦР по ковиду. И я, кстати, в принципе, не стала бы терять на это время, потому что 40% сложно по отрицательных идет, да. И поэтому какой смысл терять? То есть все равно надо начинать лечить, лечиться надо просто как ковид. Все, вот эту систему берем, не ошибемся. Второй момент насчет анализов. Вот я очень хочу предупредить, и у меня есть такие сейчас пациенты. Общий анализ крови. Вы увидите, что там все хорошо. Ликоцита хорошая, соя хорошая, все хорошо. Даже не будет моноцитов, показателей вируса. Но вы увидите, что почему-то, особенно у женщин, подскочили эритроциты, эритроцитоз и очень достаточно высокий гемоглобин. Вот у мужчин-то это изначально так бывает, а у женщин это редкость эритроцитоз. Так вот это первый симптом уже существующей пневмонии. И у меня такие пациенты сейчас есть. Я же онлайн консультирую сейчас очень много. Потому что пациенты звонят, и ты им просто прописываешь эти препараты, которые необходимы. И человек жалуется, что накануне, например, не может дышать, а дышка, кровь смотришь, все хорошо, цирреактивный белок хорошо, эритроцитоз. Это уже существующая пневмония, и КТ не покажет. Вот КТ в таких случаях, когда человек задыхается, КТ показывает, что нет, только через 8-10 дней они могут увидеть эту пневмонию, матовое стекло. Поэтому вот обратите внимание, поэтому я призываю, что сейчас много лабораторий, не ждите, когда вам выпишут эти анализы. Вот понимаете, как бы спасение утопающих, дело рук самих утопающих, потому что, ну не справляемся, да, врачи не справляются, некому работать, сплошь и рядом болеют или на карантине сидят врачи. И поэтому идите, сдавайте анализы, да, это платно, но общий анализ крови это не такие деньги, цирреактивный не так дорого, додимер бывает, но жизненно необходима эта вещь, которую мы смотрим и мониторим. Вот, и поэтому обращайте внимание, по крови что у вас, и если вы видите, что по крови все хорошо, и цирреактивный белок у вас хороший, додимер, здесь шансы, что вы выздоровеете легко, без всяких пневмоний, ну практически 100%. То есть вот это основные анализы, которые сдаются, но если все-таки, все, температура, интоксикация, плохо, тяжело, ломит уже, да, суставы, здесь, ко всему тому лечению, которое мы с вами уже применяли, мы можем продолжать с вами антиагреганты, бромгексин, но туда идут уже антибиотики. Вот тут ошибка, знаете, в чем? В том, что наши до сих пор бактерии, есть антибиотики бактериостатические, а есть бактерицидные. Давайте переведем, что это значит. Что такое? Смысл в том, что пневмония, это все-таки вторично к вирусной инфекции, то есть присоединение собственной микрофлоры, то есть мы же все, вот у нас в кишечнике, там даже клостридия, тетенис есть, да, то есть и кандиды, ну, масса, тысячи и тысячи различных микробов, вирусов и грибов, которые живут с нами вместе, ассоциированы, мы к ним привыкли, там, за эти тысячелетия. Вот. И легкие нестерильные, не надо думать, что легкие стерильные, как раньше считалось, нет. И там тоже какая-то условно-патогенная. Так вот, условно-патогенная будет просыпаться у тех пациентов, у которых все-таки не накормлена иммунная система, и кто не делает никаких профилактик. Я вам точно это говорю, если только там нередко генетическая аномалия. И поэтому будется вот это вот условно-патогенная, она поднимает голову, начинает концентрация нарастать вот этих бактерий, присоединяется та самая пневмония. И здесь эти бактерии, как правило, все граммоотрицательные, ну, такое есть. И, к сожалению, они, когда погибают, они очень много выкидывают эндотоксина. И вот многие врачи и работы сейчас на английском языке идут, что, ну, это, конечно, предположение, но, тем не менее, считая, что мы вот этот вот цитокиновый шторм-то устраиваем тем, что мы бездумно начинаем антибиотики применять. Вот. И бактериостатические антибиотики – это те, которые не дают размножаться бактериям. А бактерицидные – это которые убивают бактерии. И за счет смерти этих бактерий эндотоксины поступают. И поэтому правильнее пациентам назначать бактериостатические, ну, самые известные макролиды. Опять-таки мы не можем называть пациентам, к сожалению, но вот в группе ВКонтакте нашей группы я выложу все это лечение. Я считаю, что мы в группе ВКонтакте можем, потому что я хочу как можно большему количеству помочь сейчас пациентов, потому что я не хочу вот этих трагедий, то, что мне описывают и рассказывают и приходят ко мне, я не хочу этого. Поэтому мы выложим это все в группе тех препаратов, которые идут стандартные, и где смертность наименьше идет, потому что, так вот, запомните, и они опять-таки легко продаются. Ну, да, рецепт. И еще один момент. Вот если вы все-таки начинаете задыхаться, да, не обязательно тоже бежать в стационар, в том плане, что если вас уж не берут, да, то есть как вот сейчас в других городах очередь, ты такой-то по очереди, когда этот стационар ты дойдешь, продаются в свободной продаже кислородные баллоны с масками, они недорогие. И вот сейчас просто так получается, что я все это закупаю на себя, на свою семью, и мне каждый день приходится все это отдавать, я снова закупаю. То есть у меня все равно перманентно существуют эти кислородные маски. А человек без опыта медицинского может использоваться? Да, они, к сожалению, можно. То есть это просто разобрать? Это люди с сердечной недостаточностью, например, бабулечки, им выписывают, и они дома этот кислородный баллончик с масочкой имеют. Это вообще элементарно, но это позволит, в общем-то, избежать вот этих моментов, и на какой-то период, вот, начало, если вы все правильно делаете, то можно. И еще один момент. Как старые-старые врачи, старые анестезиологи-реаниматоры лечили пневмонию, чтобы не было отека. Это тоже очень дешевая вещь, капешно просто, сода. Опять-таки, соду мы говорили с вами, что как бы профилактику. Но ее ведь и принимать можно, то есть одну-вторую чайной ложки на стакан воды, только единственное, ее гасит кипятком. Что она делает? Она защелачивает кишечник, она даст возможность дышать легким. То есть это делали вообще в реанимациях раньше, в советское время. Капали бикарбонат, соды, ну, копейки стоят. Аптеки могли бы готовить его и в реанимациях капать это. Вот раньше врачи так и делали старые. Через капельницы, да? Через капельницы сода, и все, они убирали этот отек. Это было патогенетически, методически рекомендации. Но дома через капельницы не сделаешь, можно просто пить. Да, и поэтому хотя бы соду пить, да, и уменьшить нагрузку, потому что улучшая функцию толстого кишечника, мы уменьшаем нагрузку на легкие, плюс кислород. Гульдара Касимова в нашей студии, главный врач клиники Возрождения. Мы продолжаем давать советы людям, которые болеют коронавирусом в легкой форме, да. Мы уже о профилактике поговорили в первой части программы. И решили, что, поняли, что сода это такая штука, которая помогает. Да, универсальная, которая помогает и при профилактике, и в моменте лечения. Ну, опять-таки, по соде могут быть противопоказания, допустим, субтрофические гастриты, гипооцидные гастриты. Но дело в том, что, конечно, я ссылки делаю на просто работы, допустим, этой же советской медицины, да, то есть это не мои наработки однозначно. Вот. Здесь, видите, нам нужно выиграть время. Поэтому мы говорим сейчас даже, ведь всем известный факт, что у нас сейчас в Кирове всё-таки даже до 40% пневмонии мы оставляем дома, потому что, ну, просто нет пока места. До 40%? Уже эти поражения лёгких, да. Мы уже оставляем их, и поэтому нам нужно выиграть время. И вот больше-то, в общем-то, мы тут можем потерять, потому что или неправильно, начав лечить этих людей, да, где отсутствуют антиагреганты. И, ну, не секрет, что врачи лечатся дома, и врачам проще. Но, если честно, основываясь вот сейчас на свой личный опыт, на онлайн-консультирование, это не сложно, да. То есть у нас доходит до этого, потому что, ну, к сожалению, особенно из дальних деревень, да, там родственники, например, обращаются, и они пойдут на это, и они делают гепарин, ну, потому что антиагреганты уже, когда у тебя пневмония, если уже на КТ вы съездили, и тоже, в общем-то, тут КТ, конечно, лучше уже записаться и сделать платно, чем ты бесплатно будешь неделю ждать, но мы время теряем. Вот у меня всё время не теряем время. Если начинается это вот диссеминированное внутрисосудистое свёртывание, ДВС, мы не остановим его, и поэтому здесь... Чем скорее ты вынесла диагностей лучше. И поэтому я вот и говорю, что мы пациентов смотрим и мониторим, то есть вот опять-таки мне звонят родственники, я говорю, так, делаем, допустим, вот он заболел, через неделю контроль С-реактивный, Д-димер и общий анализ крови. Я вижу по нему, я себя вижу, что Д-димеры полезли, это продукты деградации тромба, всё, тромбоз, и мы тогда уже переходим с антиагрегантов на гепарин, там просто читают все эти аннотации, и тут просто я всех призываю, читайте аннотации, но с другой стороны, тысячи мы тоже не можем вылечить в стационарах, и так 4500 сейчас в стационарах, остальные-то всё равно больше эта часть дома лежит, и мы должны как-то облегчить участь этих пациентов, пока они ждут это всё. Но опять-таки, переходя, вот только что доктор отболел, просто я его хорошо очень знаю, ну вот, там просто с третьего дня на высокой температуре, врачи просто это знают, с третьего дня на высокой температуре гепарин, всё, на следующий день субфибрилитет, через день уже абсолютно практически здоровый человек, потому что прерываем сразу же вот этот ДВС, не даём тромбироваться, и не даём уходить вот в эту пневмонию тяжёлую. Вот, и поэтому здесь просто я не думаю, ну, понятно, что я врач, мне может так легко рассуждать, но опять-таки, вот, основываясь на свой опыт, два месяца я так онлайн консультирую, я вот уверяю вас сто процентов, люди всё понимают, они мне звонят, вот мы переписываемся на WhatsApp, в Viber, всё скидывают мне, я им говорю, легко, всё, всё знают, как делать, сколько давать, нормально, мы все, вот всё у нас, всё хорошо, дальше они идут на КТ, смотрят, всё хорошо, всё хорошо, анализы сдаются, дальше я уже постковидным, они ко мне уже приходят на постковидный, мы уже дальше работаем со своими проблемами, то есть я к тому, что на такие серьёзные, экстраординарные случаи, ну, никогда мы так не жили, да, вот, ну, вот, весь мир никогда в таком не жил, да, и, ну, меня просто убивает, это смертность в Соединённых Штатах, конечно, потому что, ну, почему так, да, даже не у китайцев, вот, и даже и не в Индии так умирают, как в Соединённых Штатах, мне очень хочется, да, мне очень хочется помочь нашим, вот, нашим кировским пациентам, чтобы не терялись, начинали всё делать, пока ждём врача. Ну, это с любым заболеванием, да, конечно же, чем раньше начало лечение, тем благоприятнее прогноз. Ну, ковид тут серьёзнее, всё, ковид серьёзнее, и вы знаете, вот, когда ты смотришь, да, я по два-три часа начитываю просто информацию, слушаю, и много же сейчас есть у меня даже библиотека ковид научной литературы со всего мира, ну, на английском, ну, там можно читать, вот. И вот я столько времени трачу и понимаю, что сейчас-то мы научились это делать, только нам надо делать это, вовремя делать. А когда ты на видео видишь видеозаписи этих пациентов, которые выкладываются, и они умирают, потому что они, как бы, не доходят, да, до стационара, они не могут даже в поликлинику зайти, потому что такие огромные очереди, ну, потому что люди растеряны, они не знают, чем лечиться, они обычные люди, они не врачи. И, конечно, хотелось бы вот просто помочь, услышать, чтобы меня услышали и как-то помогали себе, своим родным. Есть какие-то ещё вещи, помимо, там, препаратов каких-то, да, которые могут поддержать организм в тот момент, когда ты дома болеешь, когда вот у тебя пневмония, может быть, не в самой тяжёлой форме? Ну, вы все ведь знаете, какое лечение, например, обычного ОРЗ, это ничего ведь там, да, обильное питьё, ну, вот защелачивание, да, никто, если на мёд аллергии нет, пожалуйста, имбирный чай, там, лимонный чай, ну, это же обычный стандартный, как бы... Стандартный набор, который у нас обычно при простых здесь используется. Да, но, умоляю вас, ни в коем случае не делайте ингаляции. Нельзя ингаляции делать, особенно в первые три дня, потому что вы этой ингаляции сразу же вирус переводите из ротоглотки в лёгкие. То есть дышать от картошки, как обычно, категорически нельзя. Вот это тоже очень важный фактор. Ингалятором пользоваться нельзя. Нельзя. Ставить горчичники. Ну, отвлечение, но здесь такой спорный момент, для чего в данном случае хотим мы это сделать. То есть, ну, вот, допустим, для лёгких, помните, очень лёгкий, опять-таки, лайфхак, да, как их правильно называют. Тоненькая трубочка соломенная, опускаем водичкой и профилактируем, да, как бы, чтобы лёгкие раскрывались. Дуем, да, делаем упражнения. Если у вас всё равно поражение лёгких есть, что мы делаем за счёт того, что мы дуем, да, мы не даём фиброзироваться дальше-то, то есть мы лёгкие альвеолочки раскрываем. Так вот, не ленимся, дуем в трубочку постоянно, да, три раза в день можно, но тоже лёгкий, да. Как мне тут до смешного пациента, говорит, а мы, говорит, все шарики уже выдули, то есть они воздушные шарики. Я говорю, ну, ребят, говорю, ну, всё проще, тонкая соломка в воду. Зачем шарики было надувать? Ну, то есть это профилактика, это профилактика. Вот этих уже более сложных, потому что, я ещё раз говорю, и 25, и 40% лёгких легочников с пневмониями, они остаются дома. И когда болеет вся семья, я всегда обращаю внимание на пожилых пациентов и на мужчин, потому что мужчины, они намного чаще болеют пневмонией, к сожалению, генетически так, у них и рак лёгких на первом месте, и пневмония на первом месте. И смертность у мужчин на пневмонии выше, чем у женщин. И поэтому мы с этими мужчинами, ну, как бы с пациентами намного серьёзнее. Я сразу говорю, что более жёстко контролировать мужчину. И вот по этим же анализам нужно контролировать. Вот, так что, если мы будем правильно с вами и профилактировать, и начальное лечение, и лечить тогда, когда мы ждём врача, и очередь в стационар, то я думаю, что мы смертность-то ведь очень сильно снизим. И нагрузку на, в общем-то, здравоохранение снизим, если всё правильно сейчас начнём делать. Гульдара Касимова в нашей студии, главный врач клиники Возрождения. Говорим сейчас о том, как профилактировать заболевание коронавирусом и как поддержать себя до момента, когда, может быть, потребуется госпитализация в стационар, как лечиться, да, то есть чтобы не упустить время. Есть ещё такие вещи, которые для человека, уже болеющего, там, да, они, ну, скажем так, без привлечения врача, может быть, непонятны, да. Это история с тем, как профилактировать не сам уже, там, не как лечить сам коронавирус, да, а как профилактировать какие-то возможные последствия. То есть вот в момент, когда вы лечите острую фазу, там, да, именно коронавируса, именно вируса, надо ли поддерживать другие органы чем-то? Обычно поддерживаются всегда те органы, которые хронически, как бы-то, в общем-то, страдают. То есть каждый пациент знает, что у него пиелонефрит хронический, хронический гайморит, там, суставы, допустим, да. Здесь, вот смотрите, в профилактике всё равно основа основ и в начальной фазе лечения основа и основ – это антиагрегант всё равно. Кроме разжижающих препаратов. Конечно, то есть если мы убираем на начальных этапах это всё, то остальное уже профилактировать даже не надо, потому что мы вылечим человека и мы не уйдём в осложнения. И всё равно, вот опять-таки, с того, с чего мы начали с вами, с концентрации вируса, да, сколько попало вируса, вот опять-таки, ну, лёгкая, это маска, просто маска, и всё. То есть и тогда, ну, и вот этот же лифт, я вам говорила, ну, до смешного, но это лифт. Ну, это самое пространство маленькое, ограниченное по площади. То есть в подъезде, наверное… Да, мы даже научные работы пошли по лифтам. Да, Гульна Рашах Валимовна, а в подъезде имеет смысл надевать масло, если ты заходишь в подъезд? Конечно. Ну, ограничено же пространство. И, в принципе, вот я удивляюсь, когда люди едут, разные семьи даже, да, два человека с одной, причём пожилые люди, допустим, и два человека с другой. Ну, наверное, это тоже не надо, это по эпидемиологическим соображениям не надо такие вещи делать. Если вы подходите к лифту, увидите, что стоит кто-то, какой-то человек посторонний, лучше подождать пять минут, пусть он съездит, поднимется, лифт приедет за вами, вы надели маску, зашли в лифт, нажали кнопку, пришли в квартиру, вымыли руки. Да. И вот смотрите, в магазинах, во всех, ну, во всех общественных учреждениях стоят санитайзеры. Категорически вижу мало людей, кто этим пользуется. Я своего маленького ребёнка научила санитайзерами пользоваться. То есть мы заходим, мы, в общем-то, обрабатываем руки, мы обрабатываем ручки, корзины продуктовые, да. Мы выходим, мы перед тем, как выйти, снова обрабатываем, и руками я не открываю дверь, я стараюсь боком, там, локтем открыть. Вот его плечом одежда. Да, да, одежда, чтобы не касаться, если уж ты санитайзером обработал, не касаться. То есть элементарные есть везде. Зашли в учреждение, обработайте ручки санитайзером. Вышли перед выходом, обработайте руки санитайзером. Зашли домой, обработайте руки. То есть ничего тут, это легко, элементарно, но это делают единицы, и это страшно, что люди этого просто не делают. Давайте мы очень коротко, быстро, тезисно подведём итог того, о чём мы сегодня говорили. Во-первых, профилактика, конечно, да, средства индивидуальной защиты, маски и перчатки, обработка рук санитайзером, какие-то препараты, которые поддерживают ваш организм. Интерфероны, витамины и, может быть, полоскание горла и пробование носа с содовым раствором с добавлением небольшого количества йода, если вы йод переносите. Это в случае профилактики. И на начальной стадии заболевания. Начальная стадия заболевания, понимаем все, да, что, может быть, вы не сразу попадёте к медику, тем более не сразу вас могут госпитализировать, вы какое-то время прождёте дома или, может быть, будете лечиться дома. Для этого тоже есть препараты, которые... Да, но там просто добавляется амбраксол, бромгексин и добавляется антиагрегант. Всё, вот мы добавляем вот эти два препарата, и всё, и на этом мы можем остановить болезнь. Всё, большинство, 90, мне кажется, даже процентов мы остановим это всё. С Гульнарой Касимовой, главным врачом и руководителем клиники Возрождения, говорили сегодня о профилактике коронавируса и о том, каким образом поддержать свой организм в случае начала заболевания. Спасибо большое. Программа «Слушайте доктора» на этом завершается. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.